Здесь я вижу, что он живой, с ним все в порядке. И вот эти вот трупы, они у нас так и лежали. То есть тут вывозить уже некогда было. Ближки, были фотографии, было все, но... Просто какой-то, ну, что такого быть не может. Вот просто не может быть, чтобы в 21 веке вдруг на абсолютно нервный город начали сыпаться авиабомбы. То есть кому мы помешали, что мы могли, что мы такого сделали? Это первый вопрос, который и постоянно, сколько это продолжалось. Вот когда ты пришел от одного удара, нету, вот просто ничего нет. Ни поликлиники детской нет, ее просто снесло. Женской консультации нет. Есть одна огромная воронка посреди... Это даже вот весь двор, это одна сплошная воронка. Просто чудом еще не взорвался кислород. Его раскидали эти кислородные баллоны, но они не взорвались от ударной волны. Хотя вот странно это все. Вот. И больше нет ничего. Одни руины, порушенные вот одной взрывной волной, снесло все стекла, снесло кровати, снесло стены, потолок, все коммуникации, двери. То есть вот просто такое ощущение, что, ну, я не знаю, землетрясение, наверное, и то не вызовет того, что творилось. И все это вот бедные люди, которых эвакуировали, которые ищут свои документы, которые ищут одежду. Причем были, то есть на улице на минуточку была минусовая температура. Эти женщины, МЧС, который эвакуировал в любое, уже тут в чем были, в том и эвакуировали в разные больницы города. Медперсонал, которые раненые, контуженные. Вопрос один. За что? Что мы такого сделали, чтобы с нами такое сотворили? Чем мы так провинились? Кто, как это, у кого есть право, наверное, или кто имеет такое право распоряжаться чужими жизнями? Почему в один момент мы лишились всего, всего, чего, вот, допустим, я за 50 лет, да, вот, нажила, допустим, тот же... Ну вот, я обнулилась, у меня не осталось ничего. Спасибо.